Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. В Самаре задержан виновник шокирующего ДТП, в результате которого трехлетний мальчик погиб, а его шестилетняя сестра и бабушка с тяжелыми травмами находятся в больнице. Искали водителя с прошлого четверга. ЧП произошло в районе боевого переулка в советском районе Самары. Бабушка с внуками переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на большой скорости их сбил автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся. К поиску виновного подключилась вся Самара. В социальных сетях водители делились записями с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения. В итоге сотрудникам ГИБДД удалось вычислить машину предполагаемого преступника. Ладу Калину темного цвета с характерными повреждениями нашли на платной парковке на заводском шоссе. Ее владелец – 36-летний мужчина, работающий слесарем на одном из предприятий города. По его месту регистрации найти не удалось, но через трое суток он сам пришел с повинной. Возбуждено уголовное дело. Самарские туристы возвращаются из Египта. Полеты в эту страну из России с сегодняшнего дня запрещены. Первый самолет прибыл в аэропорт Курумыч в ночь на воскресенье, а в ночь на вторник в Курумыч прилетят еще три борта из Хургады и Шарм-эль-Шейха. Люди приезжают налегке, на борт разрешают брать только ручную кладь. Остальной багаж после тщательного досмотра отправляют в Москву. Из столицы вещи переправят в Курумыч. Подробную информацию о номерах рейсов и багаже можно найти на сайте МЧС или по телефонам справочных служб аэропортов. Из-за возможных задержек Минтруд рекомендует работодателям не наказывать своих сотрудников, задержавшихся в Египте. Поддержат туристов и крупнейшие российские сотовые операторы. Они продолжат обслуживать клиентов даже при отрицательном балансе. По оценкам экспертов, после массового оттока российских туристов Египет потеряет порядка двух миллиардов долларов. Екатерина Пузикова убила мужа, так как хотела уйти от него. В нашумевшем деле отравления банкира появились новые подробности. В Самаре продолжаются слушания скандального процесса, теперь уже в апелляционной инстанции. Приговором оказались недовольны обе стороны. Мать погибшего финансиста считает его слишком мягким, а его вдова не признает своей вины. Напомним, Екатерину Пузикову осудили на семь лет лишения свободы за то, что она якобы добавила в картофельное пюре мужа смертельную дозу талия. Однако, по словам адвоката Екатерины, следов яда на тарелке, из которой ел погибший, не обнаружили. А на момент поступления его в больницу содержание талия в организме Пузикова было ниже, чем в день смерти. Доступ же в отделении, где он лечился, был ограничен. Защитник уверена, подсыпать смертельную дозу могла не только Екатерина Пузикова. Получил судимость на старости лет. К двум годам условно приговорил суд промышленного района 69-летнего пенсионера Владимира Шабалова. Бывшего слесаря завода имени Масленникова обвиняют в незаконной переделке оружия. Об услуге мужчину попросил его коллега, который решил переделать газовый пистолет в огнестрельный. Боевым оружие стало в домашних условиях. Сообщники работали на станках прямо в квартире. Как выяснилось, на преступление пенсионер пошел ради тысячи рублей. Именно во столько была оценена его работа. На заседании суда подсудимый явился с сурдопереводчиком. Он инвалид третьей группы. Свою вину он полностью признал. Но от комментариев и пенсионер, и его адвокат отказались. В Самаре продолжают открывать опорные пункты полиции. В конце октября такой пост появился в центре города на Ленинградской. А сегодня на окраине Самары. В микрорайоне крутые ключи. Здесь будут трудиться почти три десятка силовиков. Подробности у Ларисы Шлафаст. Новое просторное здание, светлые помещения. Это уже второй пункт полиции в микрорайоне. Здесь будет располагаться следственный изолятор, дежурная часть, уголовный розыск, участковый и оперуполномоченный. В отделении будут трудиться 29 человек. Чтобы все держать в том виде, в котором нужно, в оперативном, нужен, несомненно, пункт безопасности. Сегодня 11 пеших постов сюда определено. Они будут патрулировать здесь четыре раза в неделю, как мы патрулируем сегодня город. И все резервы мы здесь необходимо используем. В связи с этим, естественно, люди должны чувствовать себя безопасно. И тем более, это череда таких комплексов опорных пунктов милиции идет по городу. Вот к 2018 году дополнительно должно развернуто быть более 20. Чтобы обратиться в полицию, жителям микрорайона раньше приходилось ехать в поселок Мехзавод. Пока в феврале здесь не открыли первый пункт полиции, чему люди рады. Я думаю, что, конечно, не помешает. Потому что это желательно, чтобы было в любой микрорайоне. Мы привыкли еще с тех советских времен с ними как-то надежнее. Все-таки вот когда они ходят рядом вот по улице, чувствуешь себя ну как-то защищенным. В этом же помещении будет работать новая поликлиника. Также в микрорайоне завершается строительство новой школы. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. А сейчас коротко о других событиях, которые произошли к этому часу. Отец разбившейся в авиакатастрофе уроженки Тольятти Татьяны Громовой получит компенсацию 600 тысяч рублей за погибших дочь и внучку. Напомним, что Татьяна Громова вместе с мужем и 10-месячной дочкой возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Всего в разбившемся лайнере погибли 224 человека. Продолжается судебный процесс по одному из самых громких дел последнего времени по обвинению адвоката Ольги Гисич. Женщину судят за угрозой вымогательства у медиков миллиона долларов за постановку неверного диагноза. Сейчас проходит допрос потерпевшей стороны, а именно сотрудников медицинской компании ИДК. Если вина Гисич будет доказана, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. За минувшие сутки сотрудники главного управления МЧС по Самарской области зарегистрировали два несчастных случаев на воде. В Приволжском микрорайоне на Волге вышла из строя моторная лодка, на которой находились два человека. Причина происшествия – поломка двигателя. С дрейфующего суда на берег эвакуировали двух людей. Аналогичная ситуация зафиксирована в Сызрани. На берег доставили двух пассажиров, вышедшие из строя моторки. Возможны перерывы в связи из-за реконструкции Московского шоссе. Об этом сообщает самарский филиал Ростелеком. Самарцев просят с пониманием отнестись к работам по благоустройству города. В 2016 году на магистрали региона направят более 12 миллиардов рублей. В том числе больше двух миллиардов получат города и районы на ремонт дорог местного значения. Помимо этого, из бюджета региона на формирование муниципальных дорожных фондов выделят 762 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. День 7 ноября в регионе официально стал Днем памяти исторического военного парада в Куйбышеве 1941 года. В знаменательный день в Самаре состоялся смотр войск, в котором приняли участие 5000 человек из разных регионов. К современному параду памяти готовились долго. Всю последнюю неделю шли репетиции. Он стал пятым по счету и в этом году торжество решили посвятить героям Отечества. В том, как прошел праздничный день, расскажут наши корреспонденты. Поезд Победы во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» прибывает на станцию к началу парада. Пассажиры-ветераны Самары в приподнятом настроении. Сделали победу, дали жить остальным людям, хотя много полегло в годы войны. Поэтому нужно и нам вспомнить это и отдавать знать. На площади для ветеранов самые почетные места. В 1941 году на этих трибунах размещался эвакуированный из Москвы дипломатический корпус. Сегодня самые почетные гости. Многие из них своими глазами видели войну. На первой линии обороны что происходит? Там остается немного бойцов. Основная масса бойцов у нас уходит на вторую линию обороны. Последний инструктаж перед боем. Участники реконструкции битвы за Москву. Актеры готовятся к выступлению. Начинается их атака. Вы отстреливаетесь. Кто-то начинает уже отступать. Тут на помощь вам приходит ополчение. Официальная часть начинается с возложения цветов. А на площади уже выстроены парадные расчеты. Нынешний парад уже пятый по счету. Приурочен к 70-летию Великой Победы. Посвящен героям Отечества. Перед началом торжественного прохождения поздравительное слово губернатора. В далеком 41 году этот легендарный парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний. Он показал готовность нашей армии дать достойный отпор фашистским полчищам и укрепил веру советских людей в победу. Первыми по площади проходят парадные расчеты, одетые в форму Великой Отечественной войны. Точно так же, как и в 41-м, бойцы Красной Армии шли на передовую. Сразу за ними историческая техника клуба. Они сражались за Родину. В одной из машин народный артист СССР Василий Лановой. Сегодня он в образе героя фильма «Офицера Ивана Варравы». Эксклюзивные кадры, что называется, с места событий, сделал оператор телеканала «Самаргиз». И вот впервые на мероприятие такого масштаба самые почетные гости. Целый полк героев Отечества. За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых и трудовых заданий. В этом полку те, кто в разные годы был награжден золотой звездой героя. 18 человек приехали из других городов России и больше тысячи фотографий. Вслед за Геройским полком по площади проходят парадные расчеты действующих военнослужащих, силовых ведомств, воспитанников кадетских корпусов. И, наконец, старт марш-броска из Самары в Воронеж. Это еще один город, где осенью 41 года состоялся исторический парад. И вот самая трогательная часть – реконструкция битвы за Москву. Оборонительный этап сменяется наступлением и полным разгромом немецких захватчиков. Это наши предки, те люди, которые профессионально выполнили свой долг, не жалея самого главного своей жизни. Что может быть лучше? А лучше может быть только одно – если потомки будут помнить. Олег Зверев, Алина Чемерис, Станислав Левин, Максим Гусев и Константин Головин. События. Спасибо за верность, потомки. С такой программой Василий Лановой выступил после парада на моноконцерте в здании театра оперы и балета. Стихи и песни о войне, рассказы об актерской жизни. Здесь нашлось место и слезам, и шуткам. На встрече с народным артистом СССР побывала Алина Чемерис. Легендарный комдив Иван Варава. От этой роли Василий Лановой сначала отказывался. Но когда фильм «Офицеры» вышел на экраны, в образ бесстрашного командира Варавы влюбилась вся страна. Лановой, в отличие от своего героя, на фронте не был. Война началась, когда ему было семь. 20 июня 41-го мать отправила троих детей к бабушке в Одессу. В пять утра 22 июня сошли с поезда на станции Абамеликова и увидели над собой сотню, сотню самолетов, которые летели бомбить Одессу. Так для нас началась война. После Великой Отечественной Василий Лановой начал заниматься в театральном кружке. Потом «Щукинское училище» и первая главная роль. Павка Корчагин в картине Алова и Наумова по мотивам романа Островского «Как закалялась сталь». Анатолий Курагин-Вронский. У Василия Ланового около сотни ролей в кино и почти столько же в театре Вахтангова, где он работает с 1957 года. В самых эффектных сценах на экране с погонями и стрельбой. Не дублеры, сам Лановой. Умением отлично держаться в седле. Он обязан старой лошади, которую ему в юности подарил дед. Когда потребовалась езда на лошадях настоящая, в Анне Каренине, в офицерах, в Павке Корчагине, я все делал сам. Вот эта кобыла меня всему научила, даже подсечкой я делал сам. И это как-то у меня осталось на всю жизнь. Спасибо за верность потомке. На моноконцерте в Самаре, в день памяти парада 41-го года Василий Лановой читал стихи «Пел о войне». Песню из легендарных офицеров, исполненную вместе с курсантами кадетского корпуса МВД, зал слушал стоя. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя и солгать, не обмануть, и с пути свернуть. Алина Чемерис, Константин Головин. События. На ярмарках горожане должны иметь возможность не только получать качественный продукт от производителя, но и значительно экономить. Так считает первый заместитель главы города Владимир Василенко, который на совещании в администрации подвел итоги работы сельскохозяйственных ярмарок. В этом году они располагались на шести площадках. Самая большая традиционно на площади Куйбышева. Здесь было более 200 точек продаж. Плату за место с торговцев не брали. Взимали только за санитарное обслуживание и вывоз мусора. Ежедневно эту ярмарку посещали от 5 до 7 тысяч горожан. По сравнению с прошлым годом увеличился объем реализуемого мяса, а также бахчевых культурах кабачков, тыкв и арбузов. А вот картофели и капусты сельхозпроизводители продали в этом году меньше, чем в прошлом. В розничных магазинах цены на эти продукты были значительно ниже. Вообще же, в среднем цены на ярмарках были чуть выше, чем на те же продукты в сетевых магазинах. Но по сравнению с городскими рынками цена была на 10-30 процентов ниже. В следующем году эту ценовую политику необходимо изменить, уверен первый заместитель главы города Владимир Василенко. Работать нам надо всем в этом направлении. То есть, что ярмарка сбивает цены у крупных сетевиков и в первую очередь Троицкий, у нас Губерский, тут для Безымянский рынок и тому подобное. Мы вот эту цель для себя ярмаркой ставим. Потоп и светопреставление. В одном из домов на улице Спортивной в Самаре такие катаклизмы случаются каждый ненастный день. Причина коммунальная. В доме прохуделась крыша, а ремонтировать некому. Здание переходит от одной управляющей компании к другой. Почему вместо электричества по проводам течет вода и когда погода в доме наладится, в ситуации разбиралась Марина Матвеевшина. В этой квартире даже коты чувствуют себя, как на Ноевом ковчеге. С потолка время от времени грядет потоп. В ненастную погоду жильцы расставляют тазики для воды, а со светом сложнее. Во время дождя приходится жить в полной темноте. В темноте и под музыку дождя, за окном и в квартирах люди живут уже два года. Сотрудники управляющей компании приходили, но их методы ремонта кровли не оправдали себя. Долгое время дом обслуживала управляющая компания МППЖРТ, но с июля жителям начали приходить квитанции за коммунальные услуги от совсем другой конторы. Чтобы составить акт о прохудившейся кровли, приходят сотрудники из обеих, говорят жители. Правда, после этого изменений никаких. Люди окончательно запутались. У них какая-то происходит там реорганизация в управляющей компании, какое-то отделение по районам, куда чего. Но мы, мы-то здесь при чем? Мы, у нас договор конкретно нашего дома заключен с ООО МППЖРТ Стагановым. И все аварийные ситуации, и не только аварийные, и текущие, все должен делать он. Сотрудники МППЖРТ, в свою очередь, от дома открещиваются. Мол, это уже не их забота. Мы их не обслуживаем сейчас. В городском департаменте ЖКХ поясняют, МППЖРТ не справилась со своими обязанностями. И в июле дом передали в управление ПЖРТ железнодорожной. Хотя жители до сих пор не расторгли договор с прежней управляющей, новая взялась за обслуживание дома, рассказывает ее директор Алексей Чернов. И ремонт кровли, говорит, у них уже стоит в планах. В течение полутора, максимум двух недель мы выполним эту работу. Посмотрим, ужмемся так, чтобы сделать в течение недели. Просто вот такой вот затяжной момент, вот этот переход. Житель не понимает, кто к кому на обслуживании находится, кому платить. Вот такая неразбериха произошла. Директор управляющей компании надеется, после ремонта крыши ему удастся оформить отношения с жителями официально. А людям в это время остается надеяться на солнечную погоду. Марина Матвеевна, Станислав Левин, События. Звезда британского хард-рока из группы Юрай Хип Кен Хенсли дал в Самаре концерт. Участие в Юрай Хип принесло вокалисту-гитаристу-клавишнику Кену Хенсли мировую славу. Это он стал основным автором песен, в том числе таких хитов, как «Lady in Black» и «July Morning». На концерте в Самаре Кен Хенсли презентовал свою новую программу «Золотые кхиты Юрай Хип». В зале установили два микрофона, и любой желающий мог задать вопрос 70-летнему музыканту. Он рассказывал о своей семье, о жизни сейчас и о бурной молодости. Когда я был молод, богат и глуп, я делал много сумасшедших вещей. Принимал наркотики, алкоголь, не спал ночами, но с годами я стал гораздо аккуратнее с такими вещами, смог остановить свою наркозависимость. Самара не единственный город, который посетил британский рок-исполнитель. В планах Кена Хенсли объехать с концертами еще десяток российских городов. А теперь время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тамбовские волки и самарские летчики раскатились миром в высшей хоккейной лиге. Крылья Советов проиграли седьмой матч подряд в чемпионате страны. Крылья Советов в Казани проиграли местному рубину в национальном чемпионате премьер-лиги. Два безответных мяча забил турок Гёг Денис Караденис. После седьмого поражения к ряду крылья опустились на двенадцатую строчку турнирной таблицы и оказались в одном шаге от зоны вылета в футбольную национальную лигу. Лидер премьеры ЦСКА, хотя он первый раз проиграл в этом сезоне. Военные летчики в высшей хоккейной лиге расположились в середине турнирной таблицы. Очередную серию матчей с Тамбовым они сыграли в ничью. Первую встречу выиграли 2-1 и подарили болельщикам драку. Второй поединок остался за гостями. На этот раз Тамбовские волки победили 2-1 и теперь занимают третье место в чемпионате страны. Продолжаем дальше по турнирной таблице идти доставать первых двух команд, которые от нас немножко оторвались. Единственную шайбу во втором матче домашней серии игр и первую в сезоне забил летчик Артур Насыров. Вчера нам повезло, может быть, больше сегодня сопернику. Я считаю, что примерно равной команды. Я не знаю, болельщикам, я надеюсь, понравилась игра. Была особенно сегодня интересная. Ходом поединка остался недоволен наставник военных летчиков. По его мнению, команда теряет очки по вине судейской бригады. Сложно как-то всегда подбирать слова для ребят, когда такое творится безобразие. Поэтому, раз нельзя про судей ничего говорить, я скажу, что судя молодцы. Только попрошу слово «молодцы» взять в скобки, в кавычки. В итоге ЦСКА ВВ занимает четвертое место в высшей хоккейной лиге. Лидер Мордовия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин